Москва! Москва не Россия! Да кому она нужна эта Москва? Валить отсюда нужно! Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами будет отличный жизненный сюжет. Сегодня мы пообщаемся с человеком, который до 2014 года проживал в Киргизии. В 2014 году он переехал в Москву и начал проживать в офисе, в котором он и работал и жил. На сегодняшний день он купил себе квартиру вот в этом доме. Мы находимся в районе станции метро Коломенская. С одной стороны, вроде бы не так далеко до центра. С другой стороны, когда вы смотрите вокруг, кажется, а точно ли мы вообще в Москве? В этом ролике он расскажет, чем он занимается, сколько он зарабатывает, сколько он тратит, свои плюсы, минусы, видение жизни в таком мегаполисе, как Москва. Присаживайтесь поудобнее. Мы постарались сделать интересно и жизненно. Приятного просмотра! Знакомьтесь, Сергей. Сергей, привет! Спасибо большое, что согласился рассказать свою жизненную историю. Она у тебя интересная. Друзья, приготовьтесь. Насколько я знаю, в 2014 году ты приехал в Москву из Киргизии. И сначала, когда ты мне написал, думаю, так, история про Киргизы. Приезжаю, тут русский человек стоит. Расскажи, пожалуйста, где ты жил до 2014 года и почему ты решил переезжать в Москву? Я жил в городе Бишкек. Это столица Киргизии. И на самом деле это самый первый вопрос, который мне задают, когда я говорю, что я из Киргизии. Говорят, не похож ты на Киргиза. Ну вот, да, не похож. Я русский и в Бишкеке, этнических русских, 10%. Ты когда проживал в Бишкеке, чем ты там занимался? Там я был айтишником. Сколько денег ты там зарабатывал до 2014 года, пока проживал? В долларах, ну, тысячу-полторы тысячи долларов. У меня там было свое предприятие. В худшие времена, я думаю, 500, в самые хорошие полторы. Слушай, ну, 500-полторы тысячи, смею предположить, что до 2014 года в Бишкеке, это, в принципе, хороший доход. Да, хороший, но я был как бы самозанятым, предпринимателем. Для предпринимателя, да, вполне хороший. Соответственно, что тебя подвигло уехать из Бишкека, да еще и в Москву? Ощущение того, что где-то жизнь лучше. Ты знаешь, честно говоря, даже не на Москву. Посматривал на США. Так. Жена у меня хотела поехать в Краснодар, в Россию. Она говорила, надо в Россию ехать, что там твое в США, посуду там будем мыть. Я хотел туда. Но вот меня пригласили на работу в Москву. И по тем деньгам меня пригласили на тысячу долларов. Тогда это было 30 тысяч рублей. И я согласился. Где ты жил первое время? В офисе. То есть у тебя не было ни комнаты, ни квартиры. Почему ты ничего не снимал? Мне работодатель предоставил офис. Я в этом офисе был один. И я полгода жил в этом офисе. Он был достаточно большой. Там было 180 квадратов. Душ, ванна, кухня. Был душ. Кухни не было. Но я из одной комнаты сделал кухню. Я поставил там стол, поставил плитку. Это была моя кухня. Импровизированная. Ты знаешь, я был готов. Я был готов. Я был собран. И меня мотивировало то, что я в совершенно другой стране. Многое было для меня в новинку. Это было интересно. Сколько ты проработал в этом офисе? Полгода. Дальше я пошел устраиваться на другую работу. Чтобы я мог снимать квартиру. Как-то жить, чтобы перевести жену. Я пошел в косметику. Меня пригласили руководителем в компанию, которая занимается производством и торговлей косметики. Получается, у меня было 30 тысяч зарплата. Я пошел на зарплату 80 тысяч. Отработал какое-то время там. Потом пошел уже в металлоконструкции. Ну, по сути, чем я сейчас занимаюсь. И там у меня доход варьировался от 70 до 120. Перейдя работать в косметику и увеличив доход, Сергей снимает однокомнатную квартиру буквально в 3 километрах от МКАД. Куда перевозит свою жену. И в этой квартире у ребят рождается их первый ребенок. После чего в том же микрорайоне они находят квартиру за 30 тысяч рублей, но уже двухкомнатную. Куда переезжают и там у них рождается второй ребенок, в который они и проживали по 2020 год. В конце лета 2020 ими было принято решение о покупке квартиры в ипотеку в Москве. В ноябре 2020 года вот в этом доме они покупают себе трехкомнатную квартиру. И прямо сейчас предлагаю отправиться к Сергею в гости и посмотреть, что он купил, сколько стоила эта квартира, какие у него расходы по ипотеке, сколько он зарабатывает сегодня. Сергей нам все в открытую расскажет. Но прежде чем мы туда дойдем, у меня для вас есть полезная информация. Салют, гайз! У меня для вас есть крутейший лайфхак. Смотрите, вот это снег, а это лед. И скоро это растает. А это зимние шины, которые скоро, в силу приближения весны, нужно будет менять на летние шины. А это Е-каталог, на котором вы можете купить на свою ласточку летние шины и диски по наиболее привлекательным ценам и сделать это с комфортом. Прямо сейчас, по ссылке в описании, вы можете скачать мобильную версию и со своего телефона воспользоваться расширенным подбором и посмотреть, сколько на ваш автомобиль стоят шины и сколько на ваш автомобиль будут стоить диски. А если вам неудобна мобильная версия, без проблем, воспользуйтесь полной версией. Заходите с вашего персонального компьютера, пользуйтесь подбором, читайте отзывы про шины, смотрите динамику, как меняется цена, принимайте решение, какие шины вам покупать. Е-каталог вас не призывает ничего покупать. Е-каталог дает возможность совершить правильную покупку с комфортом. Не тяните кота за резину, пора покупать летние шины. Свои шины я покупал в прошлом году через Е-каталог и реально сэкономил. Ссылочка на Е-каталог ждет вас в описании. Вот подобный дом можно встретить, мне кажется, в каждом дворе нашей страны. Заходишь и здесь как-то знаешь, что оно почему-то вспоминается какое-то детство. Вот покажи, пожалуйста, что тебя встречает во дворе. Трубы теплотрассы ведут, детская площадка, народ бегает. Вот на самом деле, да, но откровенно говоря, это все выглядит, особенно сегодня в такую погоду, маленько чмошно. Ну вот вы скажете же, да, грязь, серость, все старое, унылое. Но когда сейчас это все распустится, вот по нашей стране вот таких домов очень много. Вот здесь вот натуральная, настоящая жизнь, наша с вами жизнь. Соответственно, вот это, я считаю, как раз таки есть доступное жилье. Ну не то, чтобы даже я считаю, здесь денюжки говорят сами за себя. В общем, пойдемте посмотрим, какую квартирку себе прикупил Серега, как она выглядит. Покажем вам планировку и посидим на кухне, пообщаемся. Заходим в подъезд. Здесь нас в первую очередь с вами встречают ковры. Здесь у нас за стеной идет мусоропровод, соответственно, вонь стоит, присутствует. Ну, периодически сильнее воняет, периодически меньше воняет. Спрашиваю важный момент, тараканы. Тараканов не наблюдается. Вот так вот, да, пандусы самодельные сделаны. Соответственно, вот такая она картина. Не новостройка, не новостройка, но и при этом цена гораздо ниже. В таких домах всегда можно найти какую-то свою изюминку. Посмотреть, какая дверь. Просто она еще с решеткой, маленькой, такой речень, как будто реально тут сейчас кто-то такой вылетит. Я тебя найду этим вечером. Вот так вот, да, видите? Система безопасности, дополнительная дверь на входе разделяет у нас две квартиры. Здравствуйте, здравствуйте. Мы заходим. Трехкомнатная квартира. Площадь 58 квадратных метров, малогабаритная. Что она из себя представляет? Сейчас я выводу план квартиры, как она выглядит. Давайте посмотрим вживую. Друзья, ну смотрите, заходите, у вас идет прихожая. Возможно, кто-то из вас живет точно в такой же квартире, ведь дом-то старенький. Здесь у нас идет сверху антресоль. Я прямо вспоминаю, когда я был маленький, приходил в гости к бабушке, у них была подобная тема. Открываешь, там можно было что-то спрятать. У нас там прятались соленья, варенья. Мы идем в первую очередь с вами в сторону кухни. Здесь нас встречают два раздельных санузела. Купили эту квартиру за 11 миллионов 100 тысяч рублей. На сегодняшний день вот эта квартира спустя практически год стоит примерно 13-13,5 миллионов рублей. По крайней мере, по такой цене им рекомендуют выставлять ее на продажу. Все сделано по-домашнему, то есть нельзя прямо сказать, что какой-то прям убитый старый ремонт. Но, естественно, чувствуется то, что здесь по-хорошему нужно капиталить местами. Где-то они сделали просто косметику, так, например, переклеили обои. На все про все ушло примерно 150-200 тысяч рублей. Завезли свои столы, микроволновку, холодильник. Соответственно, вот так вот это простенько все выглядит. Кухня у нас 6 квадратных метров. Есть такие мелочи, как, например, потолок недоделанный. Она говорит, ну вот так вот бывает в жизни. Руки не дошли, здесь нужно всего там около 7-10 тысяч рублей, чтобы его привести в божеский вид. Первая комната, детская комната. У Сереги есть сын и дочь, два ребенка. Соответственно, сыну 4 года, дочери 5 лет. Пока что спят вместе. В дальнейшем планируют так, что будут квартиры, где у каждого из них будет по своей комнате. Дети разнополны, но это ближе к 7 годам. Но в любом случае, раньше, когда они проживали, они все спали в одной комнате. Я его очень хорошо понимаю. Так еще самое главное, 4 человека и дети уже, можно сказать, взрослые, уже ходят, бегают, орут, играют. Проходим дальше. И вот здесь интересное решение есть. Но это понятное дело, что первые жильцы делали свой ремонт, своеобразный потолок. Вот что мне понравилось, ну вообще просто необычно сделано. Вот смотрите, зал. Его обыграли. И сделали из него две комнаты, условно дополнительные. Там у нас находится кабинет. Соответственно, это можно отделить. Вы сидите, работаете. Здесь у вас висит телевизор. Сели на диванчик, посмотрели. Сюда бы, конечно, неплохо повесить кондиционер. Но с другой стороны, у нас получается квартира распашная. Ну, в комнате, что там комната и здесь комната. Летом, если окошко открыть, сквозняк будет такой, то что проветриваться будет все быстро. То есть кислорода здесь будет достаточно. Проходим сюда. Здесь у серого свое рабочее место. Можно присесть, с видом на окошко. Спокойно сидишь, работаешь. Круто, да? Согласитесь. В любом случае, когда ты ведешь бизнес, да и вообще чем бы ты ни занимался сегодня из дома, у многих удаленка. Вот такого рода решения интересные. Понятное дело, что не ноу-хау, ничего-то прям супер вау, ничего себе. Но кому-то, возможно, такая идея понравится. Тем более, вот такую перегородку сделать это не так дорого. Ну, идем мы дальше. Собственно, у нас получается еще третья комната. Это их спальня, где он с супругой ночует. И дальше проходим. У них также еще есть и балкончик. Балкончик небольшой. Ну, и как водится у всех семейных людей, здесь просто не балкончик, а хламончик. Где лежит вся утварь домашняя. Велосипеды, тюбинги и так далее. 11-100. Первоначальный взнос какой у нас? 10%. То есть, миллион сто ты отдал и залетел в свое жилье. Да. Первое ощущение, как вообще ты выбирал этот район? Почему именно здесь? Я не хотел Восток. Так как я жил на Востоке, я много про него наслышан. То, что мусоросжигательный завод, нефтеперерабатывающий, все это дует на нас. То, что дышим мы непонятно чем. На себе этого ощущать я не ощущал. Ну, вот у ребенка аллергия. Я не знаю почему, не знаю из-за чего. Ну, у дочери есть аллергия. Может быть, это как-то связано с этим, может быть, нет. Я хотел не Восток. Что угодно, только не Восток. То есть, ты, грубо говоря, купил квартиру здесь просто рандомно. Вот случайным образом ты ее нашел? Ну, наверное, можно сказать и так. Я выбирал север, запад и юг. Подкупила близость к центру. Другие квартиры за эти деньги были дальше от центра. И второе, то, что в ней не так давно был сделан какой-то более-менее капитальный ремонт. Ну, там розетки разведены, сантехника, вот такие вещи. Вот она, жизненная-то история, ребята. Никаких выдуманных, никаких вот этих дорогих домов. Все по-настоящему. Серый, вот смотри, у тебя в среднем в месяц выходит чистый медоход 100 тысяч рублей, которые ты все никак, при всем желании не можешь перепрыгнуть. У тебя супруга работает, и она зарабатывает 90 тысяч рублей. Вот и того у вас семейный бюджет 190 тысяч рублей. А теперь давай посчитаем. Это кто-то скажет, ого, ну это Москва. А теперь начинаем считать. 190 тысяч минус платеж за ипотеку. 68 или 69. Ну, 70 тысяч рублей раз. А коммунальные услуги за дом? 10 тысяч. 10 тысяч рублей два. Дети как-то за что-то платят? Есть какие-то платные секции, еще что-то? Ну, в садик хоть и государственный, там есть какие-то платежи минимальные. И еще там какие-то кружки, ну, мне кажется, там 1008, наверное, тоже набегает. Продукты питания, нет-нет, да куда-то в кафе зайти, еще что-то, где-то какие-то расходы сопутствующие. Остаются вообще какие-то деньги, возможность, как знаешь, из серии откладывать на черный день, там, на перспективу? Ты знаешь, честно, нет. Вот так вот все? Все так, но, наверное, это еще связано с тем, что бизнес и все, что появляется, любые излишки, все уходит туда, все вкладываешь туда, потому что там еще люди, там оборудование и все прочее. А вот с бизнесом здесь интересная история. После того, как Сергей поработал в косметике, там он отработал три года, после чего ему сказали, Сергей, ты не справляешься, тебе нужно уходить. И он это признает. Говорит, на тот момент опыта не хватало, полностью согласен, ушел. Произошел переломный момент. Он познакомился с человеком, который предложил ему совместно начать заниматься металлоконструкциями. Они начали, и начали с азов, начали с самого простого, с навесов. У них это начало получаться, дело пошло. Но в какой-то момент этот человек, он сказал, все, спасибо, больше твои услуги не нужны, чао пока. И Сергей ушел. Спустя какое-то время этот же человек к нему возвращается и говорит, не, Серега, возвращайся, нужно работать дальше. Поработали, тут уже произошел некий конфликт. Он не рассказывает, в чем там суть. Суть в том, что они разошлись. И как это часто бывает, сегодня они конкуренты. И тот человек занимается металлоконструкциями, и Сергей занимается металлоконструкциями. У него есть штат сотрудников. Штат насчитывает порядка 15 человек в силу того, что есть текучка. То есть, короче, контора у тебя как бы не маленькая. В тот же самый момент, через таком удается вытащить только 100 тысяч. А оборот годовой в среднем? За 20-й год 30 миллионов. Вот вам, пожалуйста, друзья. Вот такое бывает. Вот он малый бизнес в России по-настоящему. Когда ты вкалываешь, люди, всем зарплата, налоги, все нужно платить. А по факту, серый ты миллионер, у нас 30 миллионов оборотов. 100 тысяч рублей кое-как. Вот на сегодняшний день, с точки зрения развития твоего бизнеса, вы на каком уровне? Простыми словами, вы потихоньку идете вверх или вы ползаете ровно? Как у вас это происходит? Мы идем вверх. Увеличивается оборот, увеличивается средний чек у нас. То есть, я вижу, что идет движение вверх. Нам надо просто сделать что-то с моржой. И мне кажется, это должно как-то в корне изменить ситуацию. Как говорит один человек, нужно сделать рывок. Друзья, ни в коем случае, ни реклама. С другой стороны, если кто-то воспримет, что весь сюжет был снят ради того, чтобы вам интегрировать, что он этим занимается, я оставляю ссылочку твою, телефон. Мало ли кому-то будет нужно. Человек развивается, нужно зарабатывать. Поддержим его, пожалуйста. Хотите, покупайте. Не хотите, не покупайте. Никто вас за руку вот так вот к Сереге не тянет. Вот интересный момент. В общении с тобой ты упомянул, что вы, когда покупали квартиру, вы делали акцент на то, что поближе к центру. Вот до метро Коломенское, ближайшая станция, которая здесь, пешком примерно 12, ну, не спеша, 15 минут. До центра от Коломенское ехать, друзья, ну, до Красной площади, там, минут, ну, максимум 20, все, выйдете уже на Красной площади. Как последний раз был на Красной площади? Года два назад, наверное. Вот вопрос, для чего покупать квартиру поближе к центру, если в центр ты не ездишь вообще? Ну, я перемещаюсь, например, по работе. Я могу выходной взять куда-то, поехать. Не, могу и съездить, когда последний раз съездил. Я езжу, ну, в течение той недели я, наверное, 2-3 раза ездил. Ну, другое дело, что я, наверное, ездил из офиса, но, опять-таки, мне до офиса близко, из дома. Я считаю, в этом есть резон. Смотри, вот у тебя ипотека взята на 30 лет. Каждый месяц по 70 тысяч, при том, у тебя первоначальный взнос был 1.100.000, то есть ты 10 миллионов, можно сказать, платишь. Вот как оно это? Не гложет? У тебя двое детей, у тебя жена. Как оно? Очень гложет. Поделись эмоциями. Я, когда купил квартиру, я брату рассказал старшему, что вот так-то, так-то взял на 30 лет. Ну, он меня поддержал, успокоил, говорит, Серега, нормально, ты, говорит, на пенсию выйдешь, у тебя проезд будет в транспорте бесплатный, с них ты досрочно быстрее перекроешь. Ну, тяжело. На самом деле, меня это гложет. Я очень надеюсь, что я вырвусь из своего замкнутого круга и все-таки я начну зарабатывать больше и очень надеюсь, что я ее закрою досрочно. Слушай, ну, на самом деле, пообщавшись с тобой, так вот узнав твою жизненную историю, ты как раз один из тех людей, кто, друзья, кто не опускает руки, кто пытается постоянно что-то делать. То есть у тебя постоянно какие-то идеи приходят. Ты в одной сфере поработал, в другой сфере поработал. Сейчас вот 2021 год. Поделись, вести бизнес металлоконструкции в России, в Москве, в частности, как по работе, по заказам, есть спрос, большая ли конкуренция вот в этом направлении? Большая конкуренция и, в первую очередь, очень маленькая маржа. Очень мало остается сверху, если продавать честно. Можно продавать не честно, но это какие-то быстрые схемы, и мне кажется, ну, вот там в перспективе, там, на 10 лет их лучше не выстраивать. А если работать честно, ну, мне тяжело. Может быть, кто-то знает какой-то способ, как это делать с большей маржинальности, но мне пока ничего такого в голову не приходит. Ну, можно вложиться, например, в оборудование, в роботов, там, чтобы мне не сварщика держать, а чтобы робот варил. Но это опять деньги. Каждый робот стоит 25 тысяч долларов, их надо минимум 2. То есть, если вложиться в оборудование, может быть, можно будет снизить себестоимость. Вопрос такой, почему ты, например, не стал рассматривать какую-нибудь новостройку? Очень часто люди смотрят на такие дома и говорят, да это же совок, это все старое, это уже все уныло, грязные дворы, непонятно какие соседи. Но, тем не менее, вторичка спросом пользуется. Твое мнение, почему ты выбрал здесь? Смотрел новостройки, смотрел отзывы, и везде вижу одно и то же. Дом построили, обещали построить сад, на месте сада строят еще один дом. Обещали развязку, там развязки нет, пробки. А для нас было важно, для того, чтобы детей отдать в государственный сад. Потому что, так как у нас не было прописки московской, мы не могли сделать, и мы платили 54 тысячи за двух детей, за частный сад. И переехав сюда, мы не стали тратить больше, потому что дети теперь ходят в государственный сад. А в новостройках был риск, что мы могли бы не попасть. Супруга выбрала, конечно, самые лучшие сады, опять почитали по отзывам, есть здесь поближе, есть подальше, выбрали самые лучшие. У самых лучших садов, естественно, заполненность полная, и нам предложили этот же сад, этот же номер, но в другом корпусе. И вот теперь есть такой неприятный момент, что нам приходится детей возить на машине в сад. И у нас нет своей машины, мы пользуемся каршерингом, и каждое утро я встаю, ищу этот каршеринг, и мы едем там, ну, на машине ехать минут 10, пешком идти минут 40 до сада. Когда мы катаемся, снимаем сюжеты по новостройкам, там, естественно, люди постоянно рассказывают о том, что застройщик обещал одно, не сделал, косяки присутствуют, показывает косяки, в нашем случае вторичка. Тем не менее, ты сюда заезжаешь, для тебя это как новое жилье, новые соседи, новая инфраструктура. Вот расскажи, какие прям явные плюсы ты увидел, вот покупая вторичку в Москве, в 15 минутах от метро, и какие явные минусы? Давай про минусы сначала. До этого мы жили в новом районе, это прям новый микрорайон, который был застроен в 2006, то есть достаточно новый, и в то же время уже есть вся инфраструктура. У нас торговый центр был там через дорогу, у нас окна 11 этаж, с одной стороны видишь торговый центр, с другой стороны церковь, хочешь помолись, хочешь иди купить, что-что-нибудь, было очень удобно и хорошо. Здесь такого нет. Торговый центр, есть, но до него надо дольше идти, он меньше размера, так как там за МКАДом площади больше, там даже торговые центры больше. например, стрижка, мне надо подстричься, там я ходил в нормальный барбершоп, я платил за это 600 рублей. Здесь меня за 600 рублей подстригли в каком-то жутком экономе, там на меня тетя полиэтиленовый пакет одела, сама в такой же обмоталась, меня подстригла, я думаю, блин, куда я попал, я в Саратове что ли, или где? Тем не менее, тебя это не остановило, ты же видел, что ты покупаешь, ты пришел. Да, потому что там самый главный минус, в Анадыре один минус, минус 40, и вот там тоже один минус, это за МКАДом, и для того, чтобы, если ты хочешь куда-то добраться, на это надо время. Ну, плюс еще там есть мусоросжигательный завод, нефтеперерабатывающий завод, а здесь этого вроде как ничего нет, и с экологией здесь, несмотря на то, что это ближе к центру, экология здесь лучше. Есть там парк Коломенская рядом, но до него тоже опять далеко иди, наверное, лучше на машине туда проехать. Но все равно, я этот вариант считаю лучшим. То есть, я за эти же деньги мог взять, наверное, дом в новом жилье, но за МКАДом. Может быть, ту же вторичку в новом доме, но за МКАДом. Но я выбрал этот вариант, потому что считаю его лучше. А по соседям? Вот ты заехал, кто-то над тобой бегает, шумит, не знаю, музыку слушает, алкоголики, ты идешь, они там в пятницу, не знаю, дерутся, еще что-то. Вот какая-то такая была эта ситуация? Я вижу, что люди другие. Я заметил то, что там, где мы жили, все были какие-то средние, все работящие, и как-то даже между собой не общались. Здесь я вижу, люди, они либо более обеспеченные, они выше классом, чем мы, либо наоборот, они какие-то алкоголики. Ну, для меня, например, было ненормально, я уже давно не видел, чтобы там кто-то возле подъезда стоял, пиво пил. Здесь я это вижу. Люди стоят возле подъезда, пьют пиво. Насколько это дискомфортно, для кого, меня это тревожит, меня это беспокоит, для кого-то это может быть все равно. А так, чтобы там сверху кто-то шумел, бегал, прыгал, нет такого. Зима прошла, были сильные морозы, холодно было дома? Нет. Тепло хорошо топит? Да, тепло. Вода постоянно идет горячая? Конечно. А разве бывает как-то по-другому? Бывает по-другому. Открываешь воду, холодная, горячая, чистая вода идет, не ржавая. Чистая, лучше, чем за МКАДом, кстати. В целом, вот все, что ты получил, тебя это полностью устраивает? Нет, не полностью. Есть и минусы, но эти минусы, чтобы от них избавиться, надо платить больше денег. Район, району, конечно, рознь. Когда смотришь на все это с коптера, особенно сейчас, в такую серую погоду, в переходный период, когда все тает, кругом очень много мусора. И не только в этом районе, а в целом по Москве, вот я хожу, наблюдаю, люди мусорят, ого-го как. Соответственно, и по стране по нашей тоже люди мусорят. Отсюда вопрос, что не следим-то сами? На других жалуемся, а сами швыряем все. В этом районе неподалеку от него мы снимали новостройку ЖК Акватория, где люди жаловались на вонь канализации. Здесь же Сергей говорит, читал отзывы, вроде как не доходит, жалоб нет, вот чуть подальше, чуть подальше, там уже вонять будет. Тут неподалеку находятся Курьяновские поля аэрации, те же самые поля очистных сооружений. В этой квартире они не прожили еще и года, но уже закрадываются в голову мысли о продаже. Почему? Раньше, когда они снимали двушку, двушка была площадью 60 квадратных метров. Заезжая сюда, они видели и знали, что трехкомнатная квартира 58 метров, но думают справиться. Сейчас же по факту после проживания понимают, что кухня маленькая, особо с комфортом им там не рассесться. Прихожая маленькая, хотелось бы побольше. И Сергей уже думает, что, блин, надо бы что-то придумывать, продавать, покупать другую квартиру больше. Но здесь очень важный момент, что в таких районечках, в таких панельных домах, как правило, цены-то как раз-таки и ниже. Посмотреть чуть подальше, поближе к метро, посмотреть что-то более свежее, более презентабельное, трехкомнатная квартира запросто перешагивает за отметку 15, 17, 18 миллионов. И это я еще говорю про условно доступное жилье в Москве, при условии того, что мы рассматриваем сегодняшнюю ситуацию, 2021 год, с ценой до 20 миллионов рублей. Понятное дело, что есть крутые предложения, которые перешагивают отметку далеко вперед, мы про это даже не разговариваем. Вот на сегодняшний день, вот, трешка в Москве, вот такая квартира, как у него, порядка 13-13,5 миллионов рублей. На сегодняшний день прошло практически 7 лет, как ты проживаешь в Москве. Но вот не появилось еще желание, то, что а ну его нахрен, вашу Москву, так это все надоело, грязище, сранище и так далее, продать все и уехать спокойно домой к маме, к брату в Бишкек, семью забрать. Нет. Нет, совсем нет. Потому что здесь очень много плюсов. После того, как ты воспользовался какими-то сервисами, я не буду, наверное, название называть, но когда тебе продукты домой приносят или готовую уже еду, после этого в Киргизию и совсем не хочется. Мне нравится, что здесь можно зарабатывать и хорошо жить. Все, что ты хочешь, все можно получить. Я хочу какую-то шмотку, там мне, наверное, даже можно, надо будет постараться, чтобы что-то купить. Здесь с этим проблем нет. Мне нужны продукты, мне эти продукты домой привезли. Самое главное, это, даже, наверное, не самое главное, вот важный фактор это дороги. Дороги, инфраструктура, то, что утром просыпаешься, двурник уже подметает, метет. Там этого нет. Там дороги разбиты. Может быть, сейчас стало лучше, я давно там не был. Но вот, и вот самый главный фактор это разница в культурах. Все-таки Киргизия, там большинство населения мусульмане, и они носители другой культуры. И я, когда приехал в Москву, я думал, что там мой дом в Киргизии, а сюда вот я приехал, я тут гость. А я понял, что совершенно наоборот, что здесь мой дом, а там я жил в гостях. То есть, здесь люди моей культуры. И поэтому, нет, я не готов туда поехать. Когда ты приехал в Москву, и поначалу ты жил в офисе, вот вспомни свои впечатления. Вот просто, это на самом деле очень полезная и важная информация для всех тех, кто хочет попробовать переехать, начать новую жизнь, приезжают, новая работа, офисное помещение, и ты понимаешь, что твоя жена там, ты здесь, живешь здесь, кухня, и здесь все в одном месте. Каково это? С какой-то стороны горько. Вот такое ощущение, что вот они там, ты здесь, и ты, у тебя такой полнейший дауншифтинг, это неприятно. с другой стороны, ощущение перспектив, то, что вот сейчас будет, и все в принципе зависит от меня. И когда я приехал, мне начальник говорил, Серега, Москва, она такая, либо ты ее переваришь, либо она тебя. И это, наверное, вот спасибо ему за это, потому что это как-то подзадорило меня. Я понимал, что я должен ее переварить. У тебя в этот процесс не было такого, что ты сидишь и вот, знаешь, на душе, что да ну нафиг, я вот хочу уехать, не получается там, бросить хочу и домой свалить. Это было уже после, уже когда сняли квартиру. Это было тогда, когда я начал заниматься своим. Там в первый год, прошел год, там прям совсем я себя плохо чувствовал. Это меня давило. А сейчас, сейчас уже нет. Вот в завершение. Вопрос очень частый. Одни говорят, нахрен вашу Москву, не нужно нам туда. Мы будем дома сидеть, дома неплохо кормят. Другие говорят, дома есть нечего. 10, 15, 20 тысяч рублей. Кто-то сидит сейчас, смотрит и думает, блин, вот ехать, не ехать, пробовать, не пробовать. Вот твое мнение и твой совет людям, с чего начать, на что обратить внимание, если все-таки хочется в своей жизни что-то поменять. Ехать или не ехать, вопрос. Да. Мне говорили про Москву, что в Москве очень большой темп. То, что жить сложно, из-за того, что все куда-то спешат, торопятся, и то, что ты не выдержишь этого темпа. Я приехал в Москву, и я разницы никакой не понял. Что я в Бишкеке работал, что здесь для меня темп абсолютно одинаковый. И я считаю, что если вы человек такой активный, если вам хочется чего-то нового, вы в своем городе активно развиваетесь, что-то делаете и на месте не сидите, то ехать. А если вам все-таки хочется спокойствия, тишины, вы хотите в Москву переехать, по-быстрому заработать и отдыхать где-то, и никуда не спешить, то лучше не стоит. Вот таким получился этот сюжет. Сергей не миллионер, не олигарх, крутится, вертится, старается развиваться, старается идти вперед. Это настоящая история жизни. Это кто-то из ваших соседей. Пишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости, что мы будем снимать и заранее вы можете высказывать ваше мнение для того, чтобы сюжеты получались более насыщенными. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.